Приветствую вас. Ну, вы знаете, начать свой ответ мне бы хотелось с того, чтобы заметить, что чувства проходят, это, к сожалению, бывает, это, к сожалению, случается. И тот факт, что мужчина хочет, хочет побыть один сейчас, ну, это, в общем и целом, вполне нормально. Вполне возможно, что его несколько напрягает тот факт, что он с вами в отношениях, вполне возможно, что ему не очень нравится, что это требует всего-то от него, ну, требует какой-то ответственности, каких-то обязательств, вот. Вполне возможно, что дело все именно в этом, потому что мужчина просто не готов, не готов к тому, чтобы быть в отношениях, чтобы он достаточно молодой. И, соответственно, все, что он вам, все, что он вам говорил, да, это, по сути дела, повод для того, чтобы с вами не взаимодействовать. То есть, в какой-то момент ему, вероятно, стало тяготно с вами находиться, ну, в отношениях просто. И по этой причине человек начал повод отдалиться от вас. Вот. Значит, что можно сказать вам? Значит, ну, по факту, по факту, вот то, что я могу сказать, это то, что вы к нему сильно привязались, прикипели к нему, и тут у меня к вам есть вопросы, конечно. Вопросы такие, почему у вас к нему такая сильная привязка, что вы плачете? То есть, встречаетесь, вы с ним, вроде бы, ну, недолго, не сказать, что вы очень долго встречаетесь, по времени, да, то есть, всего лишь два месяца, вот, даже меньше, полтора месяца. И за полтора месяца вы уже прямо вот плачете и так далее. И причины тут могут быть в том, для чего он вам, зачем он вам, чтобы в него вкладывать, именно вот в него, для себя. То есть, если я рекомендую поменьше уделять внимание ему, да, сейчас, то есть, оставить его в покое, действительно, сейчас, если он так хочет. Вот. И, соответственно, пожить для тебя, показать ему, что вы можете быть одна, чтобы вы, как бы, ну, приняли его выбор, вот. Ну, а вам нужно, действительно, побыть неделю с тобой, тоже, побыть одной, чтобы подумать, а, что ж, так вот мужчина вас зацепил, да? А, почему он вас зацепил? Наверное, у этого есть какие-то причины. Ну, свои, вероятно. И вот, собственно, с этими причинами вам и нужно работать. Потому что они важны. Ну, эти причины важны, я имею в виду. Именно папа и именно папа, они важны, что они делают вас зависимым. В большей степени делают вас зависимым. От него. Именно от его реакции, от его поведения, от его, ну, от его эмоций, от его чувства, от его выбора. Понимаете, какая история. Вот. Поэтому, я думаю, что, раз он решил быть один, значит, вы ему не нужны. А как вы ему не нужны, значит, отношений между вами эмоциональных, здоровых быть не может. А это, в свою очередь, означает, каких отношений хотите, собственно, вы. Вы сами. Каких отношений хотите. Вот, какие отношения нужны именно вам. Да? Вот. Какие и для чего. Это, пожалуй, самый такой важный момент. Вот. А это такая сторона вопрос. С другой стороны, вы можете с человеком, с человеком, например, вновь взаимодействовать, да, можете с человеком вновь. Общаться, но только уже, ну, скажем так, как друзья. Да? То есть, упор, упор. Попробуйте сделать на общий интерес. На то, что вас объединяется. Вот. Попробуйте сделать упор на это. Именно на то, что вас может объединяется с ним. Мне кажется, что это гораздо важнее на самом деле. Тогда у вас и отношения будут крепче гораздо, чем сейчас. и мужчины к вам сильнее привязываются, и интереснее вам будет друг к другу. Самый, что, ну, вот, вы гуляете, да, а кроме гулянтов, что вы все делаете вместе? Попробуйте, что все вас объединяется. Вот. Вот об этом и речь. И я полагаю, что, ну, нельзя это игнорировать. Если у вас мало интересов, то нельзя игнорировать подобный расклад. Вот. Это лучше для вас и для вашего будущего, если вы серьезно настроены на, например, именно отношения. Именно на отношения. То есть тут другое дело, если, например, он вопрос, для чего это нужно вам всем хорошо и удобно. Это одно. Если вы его, например, любите, это совсем другое дело. Вот. Поэтому, мне кажется, что вот так вам можно ответить на ваш вопрос. Побольше думайте о себе, сделайте небольшой перерыв в отношениях с ним. Позвольте ему действительно побыть в одиночестве. Позвольте ему действительно отдохнуть от вас, если он устал. Вот. Сами пересмотрите модель поведения по отношению к мужчине. Вот. вполне возможно, ему что-то не нравится. Ну, в отношениях к вам. И рассмотрите возможность быть для него другом. другом. Ну, вот. Быть для него другом именно в отношениях. То есть, чтобы он дорожил вами не только как своей девочкой, но и как человеком, как интересным партнером, интересным собеседником, интересным единомышленником своим. Ну, и так далее. Вот. Вот так. если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...